Смертельное ДТП, задержание наркодилера и сбитый пешеход. В эфире Днепр Оперативный, с вами Анатолий Ивченко и мы начинаем дайджест событий. Смертельный вылет. Остался лишь искореженный металл. Страшный инцидент произошел в селе Преображенко. По предварительной информации, автомобиль Мазда двигался в сторону Днепра. В определенный момент водитель авто не справился с управлением и влетел в рекламную конструкцию автозаправочной станции. Удар был такой силой, что машину буквально разорвало на части, а ее шофер получил несовместимые с жизнью травмы. Также пострадал пассажир легковушки. Его госпитализировали. Детали происшествия выясняются. Как всадник без головы, всему виной здоровье. Автомобиль Chevrolet двигался по улице Сукомлинского. В определенный момент его водителю стало плохо за рулем и он потерял сознание. Из-за чего авто продолжило неконтролируемое движение и врезалось в припаркованный Дело. А после в стену многоэтажного дома. От удара шофер американской машины и пассажир корейского транспортного средства получили травмы. Их госпитализировали. Хотел проскочить. Встретились на перекрестке. Автомобиль Дело ехал по улице 8 марта. В этот момент из улицы Ивана Акинфиева выехала авто Форд. Его водитель не уступил дорогу первому транспортному средству, в результате чего произошло столкновение. От удара обе машины получили значительные повреждения, а пассажирка Форда травмы. Ее госпитализировали. Подробности ДТП выясняются. Плакал весь район. Тонны спирта на смарку. На улице Байкальской сотрудники муниципальной варты выявили крупную партию контрафактного алкоголя в торговом павильоне. По предварительным подсчетам, количество нелицензированного спиртного – более двух тонн. Все незаконные находки изъяли, а на владельцев торговой точки составили админпротокол. Новости от соседей. Родила прямо за рулем собственного авто. На Волыне произошел необычный инцидент. Полицейским сообщили, что во Владимире Волынском женщина рожает в машине. Правоохранители быстро приехали на указанное место. Там они обнаружили женщину, которая уже держала на своих руках ребенка. Как выяснилось, автолюбительница решила самостоятельно доехать до роддома, поскольку ее мужа не было рядом в этот момент. В конце концов, полицейские доставили новоиспеченную мать в больницу. У нее родился мальчик. Под кайфом. Чуть ли не каждый день полицейские Днепропетровщины задерживают очередного наркоторговца. В этот раз правоохранители Кривого Рога задержали 32-летнего местного жителя. В его обители они выявили 4 пакетика с кристаллическим веществом общей массой 100 грамм. Предположительно, это метадон. Также полиция нашла шприц с прозрачной жижей объемом в 5 миллилитров. По ценам черного рынка стоимость всего найденного составляет около 150 тысяч гривен. Изъятые вещи отправили на экспертизу, а фигуранту дела предъявлено подозрение за хранение наркотиков. Разбил себе нос. Подвинул соседа. Автомобили двигались по Сечеславской набережной. В определенный момент водитель авто Opel не придержался безопасной дистанции, в результате чего врезался в Toyota, которая ехала впереди. От удара машина-виновница получила значительные повреждения передней части, но в инциденте никто не пострадал. Шоферы решили составить Европротокол. Опасная прогулка ослушалась и словила карму. Рядом с фестивальным причалом женщина гуляла по замерзшей реке и провалилась под лед. Спасатели обнаружили ее на расстоянии около 250 метров от берега. Достали ее из воды и экстренно передали медикам. Обстоятельства происшествия выясняются. Пешеход под колесами. Серьезный инцидент произошел на улице Глинки. По предварительной информации автобус двигался к выезду из автостанции. В этот момент женщина переходила дорогу по зебре. Водитель авто не заметил Днепрянку, в результате чего сбил ее. Пострадавшую экстренно госпитализировали в больницу. В подробностях ДТП разбирается полиция. Это все новости на сегодня. Следите за обновлениями Днепрооперативного на страницах в социальных сетях. Берегите себя и будьте внимательнее на дорогах.